Гордость Фокинской спортивной школы Георгий Шумков привез две золотые медали. В течение трех дней на первенстве России в Санкт-Петербурге соревновались лучшие легкоатлеты со всей страны. Подробнее о спортивном мероприятии в нашем следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Здоровый образ жизни. Это норма». Спортивные состязания в северной столице России проходили с 9 по 11 февраля. В составе сборной Приморского края выступил наш земляк, воспитанник спортивной школы Георгий Шумков. Выиграл, всё получилось. Впечатление легкие, победа. Первая победа на всех российских соревнованиях. Во всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 16 лет участие приняли более 150 спортсменов со всей России. Георгий Шумков соперничал с лучшими легкоатлетами со всей страны и завоевал два первых места. Тем самым принёс в копилку команды Приморского края две золотые медали. В беге на 800 метров с результатом 2 минуты 11 секунд и в беге на 1500 метров с результатом 4 минуты 26 секунд. Обойдя своего соперника из-за Байкальского края почти на 25 секунд. О том, как проходила подготовка спортсмена, рассказал тренер Георгия. Подготовка идёт плановая. Лето, сезон один подготовка, зимой как бы немножко по-другому. Старты такого значения это у него не впервые. Он у нас участник первенства России официально летом до 16 лет в этих соревнованиях в Чебоксарах, где он очень здорово там пробежал. Возраст был 8-9 год рождения. И среди 9-го года рождения он был... Среди всех он был 6-м, а среди 9-го года был 2-м. Это дало ему право отобраться на международные соревнования в Белоруссии, в Минске, где он участвовал и тоже был призёром. Георгий занимается в Фокинской спортивной школе с 2016 года. И за это время он уже успел познакомиться с несколькими замечательными тренерами. Его тренер была Полищук Анжела Владимировна, а затем Дорогобузова Елена Владимировна. То, что спорт является неотъемлемой частью в жизни человека. И, однако, важная роль в этом процессе принадлежит тренеру и спортсмену. Всё то, что показывает спортсмен на соревнованиях, это результат многолетний, упорный, я бы даже сказала, такой вот кропотливой и монотонной работы на тренировках. Ко мне Георгий пришёл в возрасте 6 лет в группу начальной подготовки, в которой помимо него занимались ещё мальчишки и девчонки другие. Но все дети отличались активностью, подвижностью. И Георгий сразу отличался очень таким серьёзным и скорпулёзным нравом. Он всегда мало говорил, но всегда думал, зачем мне выполнять это упражнение. И моя задача как первого тренера была привить интерес к выбранному виду спорта. Воспитать чемпиона непросто. Необходимо иметь характер, тренировать силу воли, иметь стремление и, конечно же, доверять своему тренеру. Первые тренировки Георгия проходили в виде игры. Через игру он и другие ребята приобретали необходимые легкоатлетические навыки. Беговые, развитие выносливости, силы и гибкости. Все дети по-своему талантливы и уникальны. Задача тренера и родителя – увидеть эту уникальность и неповторимость в своём ребёнке. И уже направить в нужное русло. Конечно, у Георгия сразу не всё получалось. Но я хочу поблагодарить родителей и бабушку, которые с первого дня помогали и помогают Георгию. Потому что это тоже очень важно, что родители полностью доверяют профессионалам, тем людям, которые занимаются с их ребёнком. Вот такое доверие было с самого начала. Было легко работать в таком вот тандеме – тренер, спортсмен и, конечно же, родители. С 2020 года Георгий присоединился к группе Мадана Эдуарда Ивановича. А с 2021 года Георгий стал частью сборной команды Приморского края в беге на средние дистанции. Это огромная честь и заслуженное признание его усилий и талантов. Хочу Георгию сказать, что я им очень горжусь. Желаю ему и в дальнейшем, чтобы победы у него были не только в спорте, но и в личной жизни. Чтобы у него было всё хорошо. У Георгия Шумкова впереди много важных соревнований. Он будет участвовать в первенстве Приморского края, краевом этапе всероссийских соревнований «Шиповка юных» и первенстве ДВФО «Старт и надежд». И это ещё не всё. Георгий также будет представлять нашу страну на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике под названием «Приморская весна», где он будет бороться за место в восьмых международных спортивных играх «Дети Азии». Теперь Георгий – сильнейший бегун на дистанциях 800 и 1500 метров. Не только Дальнего Востока, но и России. Если у меня получится, то я обязательно свяжу свою жизнь с лёгкой атлетикой. Желаем Георгию дальнейших успехов в его спортивной карьере и новых побед на международных аренах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова